В первом случае в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что ей написала знакомая с просьбой одолжить 59 тысяч рублей. Гороженка перевела деньги на счет, который указал якобы приятельница. Обычно поняла, что аккаунт подруги был взломан и денежные средства ушли на счет неизвестного лица. Другой случай мошенничка действия был связана с оформлением микрозаймов. Тоже жительница нашего города совершенно случайно узнала, что, используя ее персональные данные, злоумышленники оформили микрозайм на 5 тысяч рублей. Для предотвращения данных видов преступлений сотрудники настоятельно просят не переходить по неизвестным ссылкам и не сообщать коды подтверждений из смс-сообщений. Всем хотим раздать вот эти памятки, чтобы вы были бдительными и внимательными. Здесь основные схемы мошенничек действий, которые у нас есть. Пожалуйста, говорите об этом с вашими близкими, знакомыми. Поэтому, если вам звонят, представляются. Вы можете в курсе всех событий. Будьте внимательны еще раз. Стражи правопорядка напоминают, что реальные сотрудники финансовых учреждений и полиции никогда не будут просить граждан оформить на свое имя кредит, а также перечислять деньги на секретный, резервный или безопасный счет. Если вы слышите эти фразы, лучше всего положить трубку. В банки часто звонят, они говорят, вам одобрен кредит. Но я знаю, как это дальше схема, потому что другие рассказывают. Потом они уходят, напишите данные, номер карты. Ну и я сразу говорю всем, что сразу отключайте, даже не разговаривайте. Накануне другая горожанка не смогла отказаться от легкого заработка. 74-летняя жительница города позвонила неизвестной и представился аналитиком инвестиционной компании. По инструкции женщина перевела на разные банковские счета около 2 миллионов рублей личных накоплений. Полностью убежденная в успехе, она дополнительно взяла два кредита. В сумме пенсионерка лишилась 3 миллионов рублей. В настоящее время мы также проводим профилактическую работу в различных трудовых коллективах города, государственных учреждениях наших. Призываем жителей нашего города проявлять бдительность и внимательность. При поступлении звонков от неизвестных лиц с просьбой о том, что перевести деньги, проголосовать в конкурсах, перевести просылки, необходимо проявлять бдительность и внимательность. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Схемы аферистов могут меняться. Будьте внимательны и осторожны. Не доверяйте незнакомым лицам и проверяйте полученную информацию. Дарья Горельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Субтитры создавал DimaTorzok